Задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Он является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. В ближайшее время ему предъявят обвинения. Ранее по этому же делу задержаны и арестованы еще четверо участников организованной группы. Речь идет о преступлениях, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. На Фургала имеется большая папка и тем самым он, конечно, казался управляемым. Но это только на первый взгляд. Итоги голосования по поправкам Конституции показали, что регион становится политически слабоуправляемым. А конфликт с Кириенко и его командой был слишком откровенный. Первый сигнал Фургалу был, когда арестовали Ишаева. Папка с историей Фургала начала работать. Добрый день, дорогие друзья! Какое громкое событие! Теперь-то мы точно зажили по-новому. Арестован целый губернатор Сергей Иванович Фургал, Хабаровский край. И телеграм-каналы в открытую говорят, почему это произошло с видом, что так и надо. Ребят, я вообще, я прошу вас, распространите это видео. Наши люди должны понимать, что это такое. Что это долбанный спектакль. Во-первых, последние недели, несколько недель я предупреждал, что именно так и будет. Что нам этого именно и стоит ожидать. Что сразу началось после голосования по поправкам? Возникло желание поднимать рейтинги президента. Ведь он такой великий. Наконец-то наша страна освобождается от тлетворного влияния Запада. Уж теперь мы не обязаны слушать Госдеп, ВТО, Всемирный банк, исполнять решения всяких ЕСПЧ и так далее, и так далее. Друзья мои, у нас началась борьба с радугой, которая якобы наводит тлетворное влияние, вот это вот разлагает подрастающее поколение. Какое, понимаешь, радуга на мороженом? Какая радуга в рекламе может быть? Это все гей-пропаганда. У нас начались аресты и посадки. У нас задержан замминистра за рекордную взятку 40 миллионов рублей. Серьезно? 40 миллионов? Это же крошки. У нас пойман журналист, потому что это настоящий шпион, который сливал секреты нашего космоса. У нас уже третье место по грузовым перевозкам в мире. То есть мы раньше были лидерами в космосе, лидерами, первое место. А теперь мы уже на третьем месте. Мы пропустили вперед и США, и Китай, кажется, да? Конечно, Россия отстает. Но наши секреты – это сверхценная информация. И вот поэтому шпиона сейчас важно было поймать. Вот не месяц назад, не два месяца назад, именно сейчас. Сейчас власть делает все, чтобы показать народу, что вот теперь-то мы заживем по-новому. Задержан следователь по особо важным делам. И в тот же день по решению прокурора его отпускают, потому что дело возбуждено незаконно. Теперь задержан губернатор. Логика в чем? Вот Низыгарь пишет, это прокремлевский канал, надо понимать, Низыгарь. И он пишет, папка на фургалу начала работать, потому что проголосовали в области плохо. Показали плохие результаты, понимаете? Вот если бы результаты были хорошие, то папка на фургалу, то есть информация о том, что он совершал преступления, то есть информация о том, что он, может быть, убивал людей, эта информация не приводила бы к уголовным делам, задержаниям, арестам, посадкам. Логика в чем? Кремль, он знает, кто сколько ворует, кто кого убивал, но это его не колышет. Нашу власть не колышет преступления. И эти люди остаются в своих высочайших должностях. Губернаторы, депутаты, чиновники. Мне очень понравилось, вот пока смотрел сегодня новости, вот еще один замечательнейший пост. И тем не менее, вопрос проработки реестра и исключения из него государственных чиновников с иностранным гражданством, с видом на жительство, с счетами стоит остро. И дело не в охоте на ведьм. Просто нужны четкие инструкции для подтверждения соблюдения новых требований после принятия поправок в институцию. Как, например, быть, если ты подал заявление на отказ от вида на жительство, а иностранный госаппарат тянет с решением? Или ты подал заявление и перевел деньги в Россию из Швейцарии, а банк не закрывает твой даже нулевой счет? Надо различать декларацию и реальное событие или нет? Они защищают, защищают судей, депутатов, чиновников, прокуроров, которые не имеют права на иностранное гражданство, на вид на жительство, на счета в иностранных банках. Кстати, им разрешили, им разрешили иметь недвижимость за рубежом. А у путинистов вы это слышите? Путин требовал, чтобы им нельзя было еще и недвижимость на Западе иметь. Но они эту поправку отклонили. И Путин не стал ее продавливать, хотя имел все возможности. Друзья мои дорогие, они защищают этих депутатов. Типа, ну вот подал человек отказ от вида на жительство. То есть то, что этот человек был депутатом, кто-то был депутатом вот 3 года последний срок, а кто-то уже 8 лет депутатствует, а кто-то 12 лет депутатствует. И все это время он имел виды на жительство, считавшись в царских банках. Мне кажется, этот человек уже априори должен вызывать подозрения и должен лишаться своей должности. Ну, это ненормальная ситуация, когда служитель России, и то это сейчас закреплено в Конституции, имеет там счета, имеет там недвижимость, имеет там виды на жительство и может свалить в любой момент. Они говорят, нет, ребят, ну вот если он все там 5, 8, 12 лет был депутатом и имел счета, ну надо дать ему еще полгодика, еще годик, еще два годика, дать ему время, пока оформляются все документы. Это нормально? Это что такое вообще происходит? У них в головах. Как можно это защищать и оправдывать? А, наверное, эти телеграм-каналы, это журналистика такая, знаете, сродни первейшей, древнейшей профессии, что называется. И во всю эту картину идеально вписывается дело губернатора Фургала. Да, возможно, на нем есть какие-то преступления, но я задаю вопрос. Если на него была папочка и эту папочку до неправильного голосования против поправок в Конституцию, до последнего момента эту папочку никто не трогал, то, скорее всего, такие же папочки есть на десятки, на сотни видных, виднейших, высочайших чиновников, на министров, государственных, федеральных министров, на депутатов, на губернаторов. Почему этих людей не арестовывают? Почему выбран именно Фургал? Потому что его регион плохо проголосовал? Потому что он не из Единой России, а из ЛДПР? Наверное, поэтому. Потому что он из Хабаровского края, где есть что делить, и там есть другие желающие стать губернатором? Друзья, можете сами ответить на эти простые, понятные, на мой взгляд, вопросы. Когда мы увидим посадки Единой России, когда мы увидим лишение депутатских мандатов тех, у кого просто не успевают отмениться их виды на жительство, закрыться их счета в иностранных банках, когда начнутся разбирательства о происхождении денег с этих швейцарских счетов, там ведь наверняка не 10, не 50 тысяч долларов-то. Там миллионы, миллионы долларов, а у некоторых даже и миллиарды на секретных, скрытых счетах. А у многих в офшорах засекреченные счета, которые якобы непонятно кому принадлежат, когда это будет обнародовано. Наверняка вся эта информация уже есть у нужных органов. Но этих людей никто не трогает, создается видимость. Ау, народ, вы проглотите эту наживку, вы довольны такой борьбой с коррупцией, такой борьбой с криминалом. Вот фургала задержали. Мне казалось, что изменения в Конституции, поправки в Конституции, они должны подарить России новый уровень жизни. Понимаете, россияне должны больше получать, ведь теперь мы можем поменять министров экономики и финансов, главу Центробанка на Биулину, взять под контроль все то, что до этого нам диктовалось из-за рубежа. Этим вообще не пахнет. Этого даже намека на это нет, то, что у нас будет проводиться коренное изменение социально-экономической политики. И в то же время, то, что мы уже обсуждали, сами небеса идут против наших властей. В Подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы затопила часть города. Да это не где-то в Хабаровском крае отдаленном, Иркутской области, Красноярском крае. Нет, Подмосковье. Руза это прекрасное место, очень красивое Подмосковье. Там многие известные люди живут, художники, например. Живописное место в Подмосковье. И там прорвало дамбу, и там сейчас смывают некоторые дома. Посмотрите на эти кадры. Сильнее пошел, вот вода поднимается, видно. Народ, уходите, вода поднимается. Вода поднимается, уходите. Илюхин дом поехал. Поехал Илюхин дом. Смотрите. Наш пока держится. Поехал Илюхин дом. А у Сергея Семеновича Собянина в самой Москве есть очень дорогой и очень пафосный проект. МЦД, Московские центральные диаметры. Это типа как надземное метро по определенным маршрутам. Центральные диаметры. Посмотрите, какое качество этого супермодного, очень свежего, буквально меньше года они работают, проекта. Крыша просто протекает. Просто по-тупому в Москве проект, который стоил десятки миллиардов рублей, протекает крыша. Кто Собянина арестует за все, что сейчас происходит в Москве. Кто Воробьева задержит за то, что происходит в его Подмосковье. Смывает дамбу, крыши протекают. Ливневая канализация забивается листвой, ребят, мы это уже обсуждали. Это что такое? Что за бред? Хватит показухи. Займитесь реальной работой и тогда, может быть, мы немножко вам поверим. Арестовать нужно десятки губернаторов, десятки, если не сотни депутатов. Нужно менять правительство, правительство в отставку, Госдуму, досрочные выборы. Чем быстрее, тем лучше. Друзья, высказывайте в комментариях, что вы думаете о задержании фургала, что вы думаете о наших депутатах, что вы думаете о наших правоохранителях, которые арестовывают только избранные папочки, хотя вся информация у них есть. Что думаете? Пишите. Только вместе мы села. Обеспечим им информационную поддержку. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok